Североморск Да, я здесь не родилась. Вообще на север приехала с родителями. Папа закончил медицинскую академию и мы приехали служить в город Полярный. А в 77 году он был переведен на новое место службы в Североморске. Вот с 77 года я здесь живу в одном месте, в одной квартире. Я скучаю. Скучаю, надолго уезжать не приходится, но даже на те небольшие промежутки времени, когда я покидаю город, меня все равно тянет сюда. Я видел город, когда он был деревянный. Когда от почты на улице Северная можно было сесть на санки и доехать до кинотеатра «Россия». Когда было очень много маленьких деревянных домов, сопки были голые. Если говорить о большом промежутке времени, город изменился, сильно изменился. Кардинально. Неузнаваемо. Люди старшего поколения помнят, как проходили шестые по этой улице, по улице Сафонова на Первомайскую демонстрацию. Нечто подобное хотелось бы повторить. Когда полная эта улица Сафонова была у таких жизнерадостных, улыбающихся людей, которые прошли бы строем, начиная от дома офицера флота и до нашего замечательного Алеши, мимо почетных жителей. И, соответственно, этим начали все праздничные мероприятия выходного дня. Главный вопрос – это, чтобы было красиво, чтобы людям готовиться, чтобы оправдать эти ожидания. Как мы правильно сказали, что концов должен быть завоин. Они там какие-то речевки готовят, что-то. Чтобы, если у каждой школы своя, значит, надо каждый, чтобы они прокричали, проговорили. То есть все, что люди готовят, все, что вы отразили в своем положении, обязательно нам дать им возможность это показать, сказать. Как я это вижу? Мы пускаем юбилейные предприятия, а дополнительные мы просто перечисляем. А о юбилейных мы еще что-то говорим, пока они идут. Пока они идут, да. Не лекцию читают. Вот смыкание трех колонн – это сложная операция, на самом деле, которых не видно визуально. Там не видно будет совершенно, когда хвост той колонны первой закончился, когда вторая начинает дать движение. В районе перекрестка из 10-й школы выстраивается оркестр. За оркестром становится администрация совет с флагштоками, с названиями улиц. Вот сейчас порядка 1600 человек заявились на участие в шествии. Ну, это те организации, предприятия, ну, будут же, скажем, и жители, которые просто могут присоединиться к этому шествию. Машины декорированные будут вот там стоять, а школьники пойдут вот сюда. Традиционно Приморская площадь, она, ну, во-первых, самая большая в Североморске, поэтому здесь будут сосредоточены все праздничные мероприятия, здесь же будет проходить концерт. Опять-таки, очень многое зависит от погоды, но если будет тихая, спокойная погода, без осадков, я думаю, что площадь будет 24-го числа полна людей. Техника МЧС будет выставкой, и те машины, которые декорированы, ну, все-таки это большой труд. Мне кажется, надо им определить место вот здесь будет, прямо, вот здесь, чтобы они, ну, могли постоять, может быть, кто-то там с ними сфотографируется, как-то, в общем, себя продемонстрировать. Хотелось бы, чтобы это было массово, ярко, с настроением. Это город, в котором мы живем, который мы любим и хотим, чтобы был красивым, тем более впереди юбилей. Сына. Мы любим свой город. И это, я считаю, гражданский долг каждого нашего жителя Североморска выйти и убрать весь этот мусор, не разбираться, кто на мусоре, кто это делал, а просто вот для себя, для детей, для друзей. А хочу сказать, что коллектив вот весь вышел. Это для нас уже традиция. Музыка Я хотел бы первое сказать спасибо жителям. Потому что я с утра уже объезжал город до начала нашего субботника. И смотрел, как достаточно много жителей вышло, откликнулось на этот субботник и во дворах, вокруг своего дома убирают. Поэтому им огромное спасибо за это, за тем энтузиастам, которые и сами вышли, и соседи подняли на это благое дело. Субботник И впервые мы такое задумали. Это закладка капсулы послания к столетию Североморска, Североморцам, 2051 года. Капсулу достанут через 35 лет. Достанут, собственно, наши дети, которые сейчас маленькие, которые станут уже взрослыми. На самом деле, вот такое мероприятие, оно у нас ключевое. У нас два ключевых шеста и вот это. В 10.45 прибыли участники акции. В 11 часов выставлены упакованные гильзы рядышком с ямой. Ну, как правильно называется, с нишей. Построен там караул в 11.05 выступления, там перечень выступающих. В 12, там, значит, закладка. Кто закладывает, кто опускает конкретно, чтобы не там показывали пальцем, кто это делает. За самими капсулами мы обратились к командованию флота. И нам сперва предложили вот такие две капсулы, ну, как раз на высоту, что называется, форматного листа. И сперва мы как-то не думали, что, ну, как раз все поместится. А вот жизнь показала, что нужно большие, и сейчас вот срочно более крупный калибр уже доставлю. Ее называли по-разному капсула времени, капсула послания. Но, по сути, это поздравление. Поздравление наше, сквозь время, с жителем Северомоска, с замечательным 100-летним юбилеем. Проблемы другие будут, может, где-то ценности поменяются. Но одно останется неизменным. Что было и 35 лет назад, что сейчас, и что будет через 35 лет. Это любовь к родине. Сегодня будет воплощена, я думаю, настоящее дело. Родилась эта мысль у людей, которые очень по-доброму хотят поздравить наш родной город Североморск со столетием. Я хочу пожелать нашему городу процветания. Кто-то из вас действительно через 35 лет окажется здесь, именно в этом месте. Кто-то будет стоять в форме морского офицера. Кто-то будет стоять со своими детьми. Все мы принимали участие, заслужили призеры, победители различных олимпиад и конкурсов. И вот нас так отбирали. Это история нашего города. Я очень хочу потом присутствовать на открытии. Я обязательно собираюсь сюда приехать. Мы любим свой город. И, наверное, что самое главное, что мы положили в эту капсулу, кусочек нашей любви, который согреет тех, кто будет жить в нашем городе через 35 лет. Я всех поздравляю нас с этим праздником. И надеюсь, что плавно отсюда мы перейдем к шествию. По городу желаю долголетия. Желаю побольше добрых людей. Хорошей теплой погоды. Дальнейшего расширения. Опять же, чтобы строились новые дома, детские сады, школы и так далее. Давайте поставим. Давайте поставим. Потом мы планируем, что летом мы все-таки ее облицуем плиточкой и дорожку к этой капсуле сделаем. Мы предполагаем, что это будет на эти годы один из объектов туристических маршрутов. А в Североморск сейчас многие приезжают с области и не только с области. Я написал совершенно короткое послание. Я его пишу по предложению в день. И я думаю, что многие те, кто взялся за перо, как и я, и написали это послание, или еще планируют написание этого послания, столкнулись вот именно с такими мыслями. А что пожелать жителям Североморска к столетию через 35 лет? Мои пожелания искренние, потому что я люблю Североморск искренне и люблю жителей Североморска искренне. Поэтому я искренне поздравляю, буду поздравлять их со столетним юбилеем и свои пожелания высказывать. В моей памяти такое генетическое, может быть, праздничное шествие, это, конечно, то, что было в советские времена на 7 ноября и на 1 мая, когда действительно и все жители города, и военнослужащие выходили, шли колоннами. Приятно то, что очень много именно организаций вышло, и не просто вышли, а уже все нарядные, красивые. Автомобиль у вас выходит в конце или в начале колонн? В начале колонны. За ними, да? За ними, за Сагасом. Так, автоотравсоюзов! Главное, люди относятся с пониманием, вы видите, радостные лица. А любое большое крупное мероприятие, когда проводится, бывают какие-то мелкие недочеты, накладочки, недочеты, накладочки. Мы их все выравниваем, люди довольны, выстраиваются, как видите, и все пройдет у нас очень хорошо. Не сомневаюсь. Просто объединение народа, то, что все вместе вышли, ну, дружно, все вместе не в телевизоре, не в компьютере, не на диване, а на улицах города поздравить друг друга с таким веселым праздником. С огромным удовольствием хочу поздравить еще раз жителей города с этим праздником. У нас в этом году юбилей получился такой очень насыщенный, фактически неделю, да, мы гуляем. Это прекрасно, это такой город. Спасибо нашей администрации, Александру Павловичу, Ирине Леонидовне. Спасибо им за их организацию. Новая традиция, мы всегда за. Наш большой коллектив от маленького до взрослого. Кроме того, что это должно быть ярко и красиво, плюс это еще должно быть и безопасно, что немаловажно. Важно выдержать темп колонны, потому что если колонна будет идти очень быстро, то люди не успеют за вот это прохождение показать все, что они приготовили, а это очень важно. Здесь я родился, живу и учусь, город любви, и тобой я горжусь. Город будет, город есть, городу пола и честь. Ура! 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 Люди, видимо, очень соскучились вот по таким массовым мероприятиям, готовятся. И, конечно, хотелось бы, чтобы это было ярко. Хотелось бы, чтобы люди вот через эти свои там речевки, которые они готовят, оформление колонн, выразили свое чувство, свое отношение к городу. Праздникам родной город! Самый лучший город в мире! Процветание, да главное, и все, все будет остальное. Процветание какими цветами? Разноцветными. Любви! Любви, да. И всего-то распокорных. Уважаемые североморцы, празднично украшенные колонны участников торжественного шествия приближаются к Приморской площади! Бизнесмены и банкиры, строители, архитекторы, писатели и поэты, врачи и учителя – все те, благодаря кому город растет и преображается. Североморцам слава! Очень здорово, да. Как будто где-то в большом-большом-большом городе наш, оказывается, Североморск уже очень-очень большой. Столько людей я никогда еще не видела с самого рождения, пока я живу в Североморске. Над тобою солнце встретит Родина моя, ты прекрасней свет на свете, Родина моя. Слава североморским медикам! Североморцам счастья и здоровья! На площади муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей! В составе колонны ветераны производства, ветераны труда, ветераны труда Мурманской области, ветераны боевых действий, ветераны вооруженных сил! Слава североморским энергетикам! Давно у нас не было таких торжеств. Прекрасно, прекрасно. Организаторам спасибо всем. Надо вот эти традиции возобновить, чтобы они постоянно у нас были. Они нас радовали, они нас поднимали дух. По Приморской площади шествует редакция газеты «На страже за полярия!» Долг моряков, отправляя в покор, Ждет, как зимой ждут здесь лето. Долг моряков сыновьями зовет, Право имея на это. Дорогу северных скал Нам ли тобой не гордиться? Североморск, североморск, Наша морская столица. Североморск, североморск, Наша морская столица. Да здравствует молодежь Североморска, Будущая нашего города! Ура! Дорогие друзья, североморцы и гости нашего города! Завершено праздничное шествие, посвященное 65-летию города Североморска! Но праздник продолжается! Запис Maintenant! Североморск, северных скал, Североморск, кулькинг «Север» Субтитры создавал DimaTorzok Собирает родных и друзей Море чувств зажигания свечей Яркая звезда Светит путь всегда Светлых праздник души юбилей Мой милый край Храни себя и процветай Мой край родной О, как прекрасен ты весной Милый север навеки любимый Где б я ни была сердцем с тобой Мой край земли Мы счастье здесь свое нашли Под музыку ветра любовью согреет нас Лень североморский вальс Североморский рейд Причалы корабли И городок на самом краешке земли Своим мальчишкам вслед махнет рукой Мы те, кто в море и неведом нам покой Российский север дивная страна Край света виден прямо из окна А там за краем баринцево море Кипящая соленая волна Кипящая соленая волна Кипящая соленая Здесь вся прошла, скажем, сознательная жизнь И студенчество Здесь родился мой сын И, в общем-то, конечно Это, наверное, главный город Для меня Когда я уезжал маленький из города Пионерский лагерь Какой-нибудь там Спортивный трудовой лагерь Я всегда гордо говорил, что я североморск Я вот хотел бы, чтобы наши дети Точно так же гордились нашим городом И точно так же, когда покидали его Всем остальным с гордостью И говорили, что я североморск Я из Североморска 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 я из севера